Здравствуйте! В эфире Одинцовского телевидения специальное интервью. Сегодня гость нашей студии, заместитель руководителя, начальник отдела контроля органов власти Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Кирилл Владимирович Ионюженко. Кирилл Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Тема нашего сегодняшнего разговора – актуальные проблемы рынка управления многоквартирными домами в Московской области. Ну что ж, тема очень актуальна, очень злободневная. И, естественно, здесь есть о чем поговорить и есть о чем рассказать. Я думаю, что нашим телезрителям будет тема эта очень интересна. Хотелось бы задать первый вопрос. Естественно, самый, наверное, сложный в этой ситуации, в ситуации, если возникают какие-то проблемы в управлении многоквартирным домом – это смена управляющей компанией. Перед этим вопросом встают нередко, но и сложность его отпугивает. С чего же здесь начать людям, если они недовольны управляющей компанией или по каким-то иным причинам они захотели ее сменить? Людям всегда стоит начинать с поиска тех, кто готов эту процедуру до конца довести. Потому что, как правило, хорошее, полезное дело, если начинается, то кто-то должен его до конца. Процедура не то чтобы сложная, она, скажем, несколько непростая в плане количества участвующих. Потому что выбор управляющей компании, если ее хотят поменять, он должен осуществляться не менее чем 50% собственников помещений. Соответственно, 50% в тех многоквартирных домах, которые строят сейчас, собрать не всегда просто. И не только потому, что их много, а потому, что кто-то еще не переехал, кто-то и не собирался приезжать, там живут вовсе и не собственники на самом деле. И вот этот вся ворох проблем, он должен методично, раз за разом, шаг за шагом, он должен проходиться. Причем проходиться людьми, которые к этому готовы и все это понимают. Более того, готовы это все документировать. Процедура, на самом деле, если совсем просто, очень простая. Надо всех уведомить о том, что в такое-то время состоится собрание и посчитать количество пришедших на это собрание, посмотреть, а, собственно, они действительно ли они собственники. То есть получить документы, подтверждающие, что они собственники, это все аккуратно записать, запротоколировать и потом уже посчитать кворум по площади. Ну вот, то есть, например, считается не по количеству людей, не по шапкам, а по количеству метров. То есть у кого-то там квартира 100 метров, соответственно, это 100 глазов, грубо говоря, да? У кого-то квартира там 30-40 метров, это 30-40 голосов. Считают площадью. Если не получилось в первый раз, потом эту процедуру можно повторить. Можно, причем, повторить ее там как в форме очного собрания, опять попробовать, да, всех собрать. Ну, и это, наверное, оптимальней, потому что действительно там вот на этих дебатах публичных, по собственному опыту говорю, иногда встают действительно интересные вопросы, которые проще разрешать коллективно. Либо запустить это в процедуру, скажем так, заочного голосования. То есть выдаются простые опросники, ну там, как психологические тесты, как там, не знаю, тесты при приеме на работу, да, там, либо еще чего-нибудь. Предлагаем О. Ромашка отказаться от управления нашего дома. О. Ромашка. Там «за», «против», «воздержался». Предлагаем там выбрать О. Лютик, «за», «против», «воздержался». Предлагаем выбрать, там, не знаю, О. Василек, «за», «против», «воздержался». Ну, и, как правило, туда ставится еще ряд иных вопросов, в части, касающиеся того, а как это управление будет происходить. То есть заваривать, не заваривать ящики, да, мусорные, например. Менять, не менять окна, там, менять, не менять облицовку, делать перемот в подъездах. Какой набор коммунальных услуг оставлять? Да, ну, коммунальные услуги, какой оставлять, он фиксированный на самом деле, вот, минимальный перечень, он фиксированный на самом правительстве российского. Расширять или не расширять? Расширять, не расширять, да, надо ли что-то. Ну, потому что, когда люди предлагают кого-то выбрать, как правило, были какие-то предварительные переговоры. И чтобы поменять шиво на мыло, ну, никому не интересно. То есть есть какие-то аргументы за определенную? Да, говорят, там, давайте выберем там О. Лютик, потому что они предложили нам, ну, камеры по периметру поставить. Почему нет? Вот, и обычно это пишется, это предложение О. Лютик, и они делают это за собственные деньги и не собирают плату с жителей. Ну, и, как правило, ставят «да». Ну, и, соответственно, «да» за Лютик. Там, если есть Василек, что-то предложение, там пишется предложение Василька, согласно, не согласно. Вот, и вот заочно это все собирается, также переписывается аккуратненько в протокол, все это считается, к воруму больше 50% площадей проголосовало, ок, решение принято. Дальше, соответственно, все это передается управляющей компании, управляющей компании, если они, как бы, вот, хотят совсем все хорошо, они просто ходят и заключаются каждым. Там, вот вам договор, вот решение общего собрания, вот это, вот это, вот это, мы оттуда, там, подпишитесь здесь. Вот, и документы все эти направляются в Государственную жилищную инспекцию. Государственная жилищная инспекция их проверяет, говорит, да, окей, нарушений нет, там, к ворум есть, лицензионным требованием управляющая компания… Да, лицензионным требованием управляющая компания удовлетворяет, она от нас в реестре лицензии есть, все, и, соответственно, вносит, там, исключает прошлую, включает новую. Вот, единственное ограничение, этого нельзя делать чаще, чем раз в год. Вернее, собираться можете хоть каждый день, но менять компанию чаще, чем раз в год, ну, только вот если судом прекратить, вот, уже обслуживание. Судом, либо ГЖИ лицензии лишать, но опять же по суду, да. – Кирилл Владимирович, ну, практика показывает, что там, где речь идет действительно о больших домах, в которых сотни квартир, сам вот этот процесс собирания вместе, да, он очень проблематичен. Здесь какие-то варианты возможны, потому что действительно физически собрать такое количество людей, чтобы получить к ворум, бывает очень затруднительно, и растягивается это на месяцы. – Растягивается на месяцы – это проблема. Если это дом новостройка, там вообще все очень просто на самом деле. там уже непосредственно застройщик максимум на три месяца назначает управляющую компанию, а с момента ввода в эксплуатацию у администрации есть срок, там, 20 суток на то, чтобы конкурс объявить. То есть вот ту процедуру, когда фактически нету собственников, да, есть только дольщики, они еще ничего не оформили, и не все квартиры раскуплены, администрация вот туда, она должна вклиниться и тут же сказать «Окей», дом там по, не знаю, улице Новоспортивной, да, либо Говорова, неважно, у него там такие-то технические характеристики, такая-то плата предлагается, да, за квадратный метр, публично это развесить, вывесить на сайте торги.gov.ru, сказать там «Ребята, кто хочет, вовремя приходить». – То есть первоначально инициатива идет со стороны муниципальной власти? – Она и должна идти в силу закона, вот именно в новостройке, со стороны муниципальной власти. Они должны это отслеживать, и у них есть, и несмотря на то, что сейчас разрешение на вот в эксплуатацию выдают Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Минжилполитики, вернее, вновь созданное, они это все равно отслеживают. Ну, не может, да, вводиться дом многоквартирный на территории муниципального образования без учета там муниципальных властей. Они этой информацией обладают. И вот тут они должны выстрелить, причем, в моем понимании, процедура эта должна быть именно запущена заранее, сбора информации, да, выстреливают они на сайте торги.gov.ru, вот именно вот в тот срок, который определен жилищным кодексом. И тогда это публично доступно, на эту новостройку действительно приходят компании, которые хотят управлять, которым интересны дома новостройки, которым интересен развитие, да, ну, потому что новостройка – это всегда актив интереснее, чем дома там, скажем, ветхого жилого фонда, да. Вот тут тоже спорный вопрос, потому что мы на комиссиях иногда общаемся с сотрудниками управляющих компаний, и говорят, понимаете, с одной стороны, да. То есть вот тех проблем, которых у старых домов, да, там как бы нету, но есть, опять же, проблемы с застройщиком, который что-то там не достроил, не доделал, там убежал, не убежал, другой вопрос, но с ним, как правило, никто не судится, все идут к нам. Другой вопрос, пойдем ли мы уже судиться с застройщиком, да, как управляющая компания. Ну, вот тоже такой очень пограничный вопрос, и, с одной стороны, их понять можно. То есть тут нельзя говорить, наверное, просто о том, что эта компания хочет прийти там на год-два-три, да, пока не истечет гарантийный срок квартирного дома, там пособирать деньги, а потом уйти. Они все равно будут заниматься газонами, протечками, там, какими-то мелкими доделками, да, ну, не знаю, если там отвалилась одна плитка, там, в облицовке подъезда, никто же не пойдет к застройщику. Вот даже сомнений никаких нет, хотя, в принципе, логично туда пойти. Ну, проще управляющей компании эту плитку восстановить. Вот, и когда таких мелочей набирается, ну, наверное, да, может быть, это вот к чему-то и приводит. Хотя, конечно, управлять им и проще, и выгоднее, чем ветхим живым фондам, да, или тем фондам, который уже сколько-то времени простоял. Вот, а если жители уже прошли все эти процедуры, вот, то там тоже возможны варианты. Первое, у управляющей компании лишили, отобрали лицензию, да, по суду. И тогда дом фактически зависает. Раньше эта проблема урегулирована не была. В открытую. Находили какие-то возможности. Сейчас есть некий резервный фонд компаний, которые готовы войти туда. То есть, когда управляющая компания просто лишила лицензии. Бывает случай, когда она просто встала и ушла. Говорит, все, не могу. Невыгодно, нерентабельно, лишайте меня лицензии, ну, как бы, вот, все, не могу. Там дом тяжелый, например. У меня их там 10, и все 10 тяжелые. Я постоянно ухожу. Есть некий перечень управляющих компаний, которые вот формируют муниципальные власти. И туда попасть по заявительному порядку очень просто. То есть, мы готовы на это. Более того, это согласие включили в конкурсные условия. То есть, любая компания, которая, например, в Одинцовском городском округе будет участвовать в торгах, она априори в своей заявке будет писать. Мы готовы, чтобы нас включили в этот резервный фонд. И тогда, когда остается вот этот вот невыгодный дом, этим невыгодным домом на определенный период времени, опять же, кого-то нагружают, да? Ну, просто, чтобы он не висел, пока не пройдет торги. Вот. И дальше уже либо жители находят компанию, которая готова туда войти. Да, они собирают кворум. Да, это долго. Да, это надо обзванивать. Да, это надо собираться. Но, опять же, это вопрос инициативы и желания, да? Вы готовы жить лучше? Ну, тогда прикладывайте к этому усилия. Вы не готовы жить лучше? Вы там остановитесь на полпути? Ну, да, муниципальные власти решат эту проблему. То есть, они найдут резервную компанию, они проведут торги. Но не факт, что это будет то, чего вы хотите. Опять же, да? То есть, шашечки или ехать? Да. Это будет в любом смысле навязанное решение. Пусть не, так сказать, вынужденно навязанное, но тем не менее. Может быть, эта компания будет лучше. Но, опять же, она не останется там навсегда. Это некий такой перехватывающий фонд. Компромисс. Да, да, да. Кирилл Ильич, вы уже коснулись немного этой стороны. Ваша все-таки зона ответственности на этом рынке. Зачем вы следите? И какие нарушения в первую очередь вы отслеживаете? Нет нарушений, которые мы отслеживаем в первую очередь. Мы отслеживаем, на самом деле, все. Нарушения связаны, так или иначе, с ограничением конкуренции. То есть, вот здесь важно понимать, мы не выберем за жителей управляющую компанию. Мы не сможем повлиять на ее работу, например. Это потому что ответственность ГЖИ. Это тоже надо понимать. Нам иногда приходит заявление, говорит, они не исполняют условия договора. Повлияйте. Это монополисты. Мы объясняем со ссылками на законодательство, на положение ГЖИ, на жилищный кодекс. Говорим, окей, но мы готовы влезть в эту сферу, только если там будет ограничение конкуренции. А дальше отправляем ГЖИ. Ограничение конкуренции, оно где может быть? Ну, первое самое очевидное, на торгах. То есть, все на торгах просто. Документация составлена неправильно. Кого-то неправомерно отклонили, либо правомерно отклонили, но не объяснили почему. И он приходит к нам в жалобу и говорит, я как бы, может быть, и согласен с тем, что меня отклонили, но не объяснили почему. Проверьте, пожалуйста. Либо кого-то неправомерно допустили, либо цену, когда снижали, там проскочили какой-нибудь пункт, либо наоборот, там не снизили до того края, когда торги надо запускать по новой. Вот, это самое очевидное. Мы также регулируем, наверное, скажем так, взаимоотношения между муниципальной властью, раз уж начальник отдела контроля органов власти, то и управляющей компанией. Либо управляющей компанией, которая назначена застройщиком. То есть не всегда муниципальные власти объявляют эти торги в срок. И тогда фактически что получается? Застройщик назначил какую-то компанию. Эта компания управляет. Максимум срок, который дает, жилищный кодекс, 3 месяца. Ну, это на то, чтобы там раскачались муниципальные власти. Если через 3 месяца ничего не происходит, то она и управляет дальше. А дальше может быть все, что угодно. То есть они собрали собрание сами по своей инициативе. Вопрос, фальсифицировали они подписи и документы. Не фальсифицировали, но, к сожалению, не к нам. Это уже следственные органы, соответственно, и они с этим должны разбираться. И суд, если жители недовольны этими протоколами. Но вот этот период бездействия мы квалифицируем однозначно на нарушение антимонопольного законодательства. Мы говорим, ребята, рынок открытый. Рынок абсолютно конкурентный. Право управлять этим домом должен получить человек на абсолютно публичных, ну, компания, да, публичных прозрачных процедурах, которые прописаны в законе. Мы не требуем ничего гениального, да. Там написано, вы должны сделать вот это, вот это и вот это. Вы этого не сделали. К чему это привело? Компания, обойдя законную процедуру, фактически собирает жителей деньги. Вне конкурса? И да, и получает тем самым преференцию. Преференция выражается в чем? Не в том количестве денег, которое она получила, да, а в праве без состязательности управлять этим квартирным домом. То есть, может быть, не она бы была, и может быть, кто-то предложил бы условия лучше. Может быть, она, может быть, не она, но это должен был решить открытый конкурс. Это должен был решить открытый конкурс. Вот абсолютно. Причем там интересные изменения произошли совсем недавно, и большое спасибо центральному аппарату ФАС России. И мы долго с ними это обсуждали, и в том числе по нашей инициативе они запустили эту законодательную процедуру. Раньше торги проводились как? Есть некий фиксированный перечень, но он до сих пор есть. Есть перечень, стоимость которого рассчитывает администрация. И по этой стоимости торгуются. Ну вот они посчитали 10 услуг по 10 рублей каждая, например. Абсолютно мифические деньги. Они никуда потом не идут, ни в платежку, никуда. Говорят, мы готовы оказывать там 7 из этих услуг, соответственно, даем предложение 70. Кто-то говорит, а мы даем 80, мы будем оказывать 8. И торговали по деньгам, но понимаете, то есть фактически не по услугам. И кто больше дал, тот и предложил, доходило до абсурда. А мы там окажем 10 услуг 10 раз. Итого мы даем не 100, а 1000. И вот там 1000, миллион, секстилен, секстиллярты. Вот далее вот туда уходил уже там в чистку грэма. Мы говорили, там, ребят, вот так нельзя. Есть там абсолютно нормальные услуги, и надо перечень формировать адекватно. То есть такой, который ни одна компания просто в здравом умении возьмет. Ну, куда вот эти секстиллярты, представляете, там были дополнительные услуги, дополнительно помыть лестницу, например. Ну, там в обязательном перечне стоит раз в месяц. Они говорят, ну окей, мы два раза в месяц будем мыть. А когда это все уходило из всех стиллярды, они говорят, ну сколько, каждую секунду мы моем лестницу. Ну, абсурд. Абсурд. А реально вот это вот по тем правилам это приводило к тому, что компания побеждала. Потом, конечно, эту ситуацию стали править мы своими решениями. Суды нас поддерживать начали. Но это было, скажем, вот на уровне судебной практики нашей. На уровне здравого смысла. На уровне здравого смысла, да. И мы в ФАС неоднократно писали, говорили, ребят, давайте этим займемся. И вот, наконец, всю эту процедуру согласования мы прошли. Сейчас очень простые правила. Со своими, конечно, там, скажем так, не то чтобы недоработками, да, шероховатостями, с возможностью вольной интерпретации, да, отдельных моментов муниципальными властями. Но совсем упрощенно они выглядят следующим образом. То есть берется ставка за квадратный метр и идет вниз. Кто меньше дал по этой ставке, ну тот, соответственно, и управляет. То есть понятная прозрачная схема. Да, да, абсолютно нормальные торги, вот, аукцион, по большому счету, ну, название конкурс не стали менять. Ну, а так называется конкурс, почему, да, вот. А так, ну, вот, все аукционное понижение. Кто меньше дал, тот победил. Но единственное отличие, там нету перечня дополнительных услуг. То есть вы получаете фиксированный, гарантированный вам правительством Российской Федерации перечень. Ни вправо, ни влево, без общего собрания собственников, вы уже не скакнете. То есть, все, ребята, вот вам минимум. То, о чем мы и говорили, на самом деле, и в ФАС, и на каких-то там рабочих совещаниях, давайте ограничим просто минимум. Там, вот, минимум, да. И если люди захотят, они сами себе что-то выберут, что мы за них решаем, чего им лучше, там, полы помыть, не знаю, или цветник разбить. Ну, не на уровне, скажем, конкурса это решать. Да, и уж точно там не надо за них решать. Вот, все, вот они собрались потом, выбрали. Ну, и окей, они докинут это управляющей компанией. Вот, тем более, что у нас управляющая компания, по большому счету, адекватная. То есть, к ним можно прийти и сказать, ребята, можно там, вот, вот, казон выстригли, а вот здесь еще что-то высадить. Ну, и если там жители, там, придет не один, а десять или двадцать, ну, они точно не будут, наверное, там, из-за двух кустиков доводить. Вообще, как правило, соблющие компании дорожат, наверное, фондом, которые они управляют. Да, да, особенно новостройками, да. Ну, исходя из тех вещей, которые мы периодически слышим, да, в новостях, думаю, там не просто дорожат, а держатся за него, вот, всеми конечностями, да. Кирилл Азенович, ну, и в завершении передачи хотелось, чтобы вы такую ситуацию прокомментировали. А может ли управляющая компания оспорить свое, вот, такое насильственное, ну, с их точки зрения, отлучение от дома? Есть ли у них какие-то механизмы, какие-то рычаги, чтобы бороться с этим решением? Конечно, конечно, есть. Решения бывают разные, и на самом деле, коротко здесь, наверное, сказать не получится. Если совсем упрощенно, это могут быть действия муниципальных властей. Ну, например, мы решили, что вы больше не управляете, и передаем жилой фонд там ОРОМАШКА. Вот, потому что у нас есть какой-то протокол, который к нам поступил от ОРОМАШКА, вот, и мы этот протокол даже и не проверяли. Вот, ну, а чего, есть протокол, ну и все. Вот, это может быть собрание собственников, которые они точно так же вправе пойти и оспорить в суд. Ну, вот что... Если оно проведено с нарушением. Да, но это правда не к нам. То есть мы не будем сопоставлять подписи. То есть вот... Вы будете оперировать уже готовыми решениями суда. Мы будем оперировать фактами, да. Судебные решениями. Этот протокол недействительный, чего ты до сих пор управляешь. Вот, может быть ГЖИ, да, где-то там что-то не доглядело, либо кто-то ввел, скорее всего, их заблуждение, да, тот же самый протокол. Вот, но не сообщил о том, что этот протокол судом отменен, например. Вот, тогда мы, конечно, говорим ГЖИ о том, что вот, ну, вот смотрите, есть документы, которыми вы руководствовались, но вот вам не дали вот этот. Вот, и абсолютно адекватно коллеги идут на контакт, они говорят, ну, да, вот чего-то мы тут погорячились. Это можно там уточнить и решить вопрос обращением в нашу службу. А по большому счету суд. На самом деле, вот почему-то очень мало народу идут в суд. И управляшки, и жители, все пытаются обратиться к нам, в полицию. Конечно, все, что в наших возможностях мы делаем. Более того, там, даже если обращение оформлено не по регламенту, но оно касается многоквартирного дома, какого-то, вот понимая важность и значимость этого рынка, мы все равно делаем запросы. Даже если вот само заявление подлежит возврату заявителю, мы говорим, да, вы обратились не по форме, но всегда внизу делаем приписку по собственной информации, по собственной инициативе, мы этот вопрос проанализируем и проверим, конечно. И тут же уходит запрос там муниципальным властям, ГЖИ, вот там, тем, на кого жалуются. Ну что ж, Кирилл Владимирович, очень интересная тема, спасибо огромное, что пришли сегодня, ответили на ряд вопросов, но тема далеко не исчерпана, есть еще вопросы, которые хотелось бы, чтобы вы осветили. И я думаю, что с вашего, так сказать, позволения мы вас пригласим и на следующее наше специальное интервью, для того, чтобы продолжить эту в высшей степени интересную познавательную беседу. Абсолютно никаких возражений, всегда пожалуйста, конечно. Я напоминаю, что гостем нашего сегодняшнего специального интервью был заместитель руководителя, начальник отдела контроля органов власти Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Кирилл Владимирович Иванюженко. На этом мы с вами прощаемся, всего доброго, до новых встреч на канале ОТВ. Продолжение следует...